МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканала «Звязда» информационно-аналитическая программа «Альтернатива». В студии работает Капитолин Зинкевич. Здравствуйте. Разнообразие мнений и взглядов, открытый диалог, обсуждение актуальных злободневных для белорусов опросов. Все это о 6-м Всебелорусском народном собрании. Оно состоялось на минувшую неделю в столице Беларуси, городе Минске. Итогом народного форума стала принятая делегатами резолюция. И хотя общенациональный диалог фактически завершился, по сути, работа над основными положениями, принятого в ходе Народного вечерешения, только начинается. И лакмусом здесь выступают регионы. Обсуждение на местах, как говорится, по горячим следам с Белорусского собрания. Сегодня при построении независимой и суверенной страны как никогда важно не упустить детали. Значение имеет буквально каждая мелочь. Встреча в трудовых коллективах, на предприятиях и в организациях Новополоцка – еще одна возможность – озвучить услышанные акценты развития Беларуси на ближайшую пятилетку. И не просто озвучить по ряду основополагающих направлений, сегодня уже есть четкий план реализации задуманного. В частности, речь идет о развитии регионов. Здесь толчком к поступательному движению вперед должна стать политика повышения привлекательности жизни, работы и бизнеса за пределами столицы и областных центров по принципу, чем слабее потенциал, тем больше стимулов для развития. В этом направлении определено пять основных уровней развития регионов, лидеры роста, города – 80-тысячники. За предыдущие годы в стране по таковым, а это 11 городов, сделано немало. И в нынешнем пятилетии эту работу необходимо продолжить. Очень много внимания в программе социально-экономического развития будет уделено развитию регионов. Это в своих выступлениях подтверждал и премьер-министр, и президент. И мы это слышали, именно ответы на те вопросы, которые нас волнуют. Волнуют город Новополск, как такой крупный научный и промышленный центр. Дальнейшее развитие промышленности, нефтехимической промышленности, он предусмотрен. Разработаны соответствующие программы уже концерна «Белый антихим», которые предусматривают реконструкцию завода «Полимер», обновление химического направления нашего нефтегиганта. Будет поддержана кластерная инициатива наша. То есть вокруг крупного предприятия должны сосредотачиваться малые и средние предприятия, частные, в том числе, формы собственности, которые будут решать вопросы по импортному помещению, по выпуску продукции с сокой добавленной стоимостью вокруг наших источников сырья. Мы уже вплотную подошли к созданию ассоциации. То есть это уже будет правовая форма, это придаст субъектность кластеру. То есть будет уже конкретное юридическое лицо, некоммерческое юридическое лицо, которое будет объединять усилия участников кластера, координировать их работу и осуществлять дальнейшие продвижения, в том числе и на внутренних, и на внешних площадках. Плюс взаимодействие в рамках кластера проявило участие еще три компании. И четвертое тоже изучает наш опыт и, я думаю, что в ближайшее время присоединится. Мы надеемся, что получит дальнейшее развитие наше сотрудничество с китайскими партнерами. Потому что одним из участников кластера является корпорация, белорусское представительство корпорации «Ситик». С ними тоже мы ведем работу в плане и подготовки кадров, обмена специалистами для повышения квалификации. Это будет база и в последующем для привлечения сюда высоких технологий, новых знаний, компетенций. Поэтому у нас есть план деятельности нашего кластера, он достаточно насыщен, достаточно наполнен. Я думаю, что в ближайшее время мы по этому плану тоже продвинемся. Ставка на развитие регионов, безусловно, в тесной взаимосвязке с экономическим потенциалом тех или иных территорий. Как ни крути, а экономика во главе развития государства. Об этом много и детально говорили и во время 6-го Всебелорусского народного собрания. Только честным и добросовестным трудом мы сможем развивать дальше тот устоявшийся фундамент, который имеем сегодня. А имея многое, структура экономики Беларуси за последние годы значительно трансформировалась. Появились новые отрасли, доля негосударственного сектора увеличилась до 50%. И вот здесь хотелось бы остановиться. Численность индивидуальных предпринимателей в Беларуси за минувший 2020 год выросла почти на 5% или на 12,5 тысяч человек. По состоянию на 1 января 2021 года на учете в налоговых органах тех, кто занимается малым и средним бизнесом. В Беларуси почти 270 тысяч человек. Бизнес должен быть ответственным и честным. Твердое убеждение белорусского лидера Александра Лукашенко. И эта позиция должна работать как в отношении граждан страны, так и самого государства. Предупреждаю. Второй раз после выбора мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговика. Как только, а это не сложно, как только поймаю кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами. Не обижайтесь меня. Я вас предупредил. И Комитет госконтроля начал жесткую работу в этом направлении. Не обижайтесь. Делайте все честно и справедливо. Тогда вы будете уважаемы и народом, и властью. А вот здесь сложно не согласиться. В свое время в Беларуси для развития деловой и частной инициативы было сделано немало, в том числе на законодательном, налоговом уровне. Ряд таких принятых решений способствовал упрощенной организации ведению белорусского бизнеса. Пожалуйста, работайте. Вносите свой вклад в укрепление экономического базиса Беларуси, но играть по правилам готовы не все. Время это очень хорошо показало. Двойные стандарты использовали и здесь. Как это выглядит? Все просто. Есть послабления, они солидные. Крупные частные структуры ими пользуются в полной мере. А вот нести социальную ответственность, о которой говорят сами индивидуальные предприниматели, готовы не все и не всегда. Мы не будем ни с кем сводить счеты. Но те процессы, которые нужно государству держать под контролем, мы их будем держать. И если вы хотите, не обижайтесь на меня, частники, равных условий. Вставайте в равные условия и несите ответственность за своих работников. Что за намеки там по пенсионной системе, по пенсионной системе, по другим? Тут должны быть равные условия, а не какие-то там исключения. И какие могут быть оговорки по уплате заработной платы в конвертах? Типа вот это вот надо сделать, тогда и не будет зарплаты в конвертах. А что, у нас однозначно не определено это в законодательстве? Что у нас есть законы, которые могут трактоваться и так, и этак. То есть можно в конвертах платить, а можно без конвертов. Это жесточайшее преступление. Закон есть закон. Пусть он будет самый жестокий. Но он закон, он все не действует. И ты должен исполнять этот закон. Вот тогда милиция, следователи, контролер и суды процитировал. Будут благословно относиться к бизнесу. То, что государство будет реагировать на подобного рода процессы – факт. Винить здесь некого. Если обижаться, то только на себя. Позиция власти четкая и ясная. А самое главное – по существу. Уже в ближайшее время в работе индивидуальных предпринимателей могут появиться существенные изменения. Госконтроль Беларуси направил письмо в адрес Минфина с предполагаемыми возможными изменениями. В частности, они могут коснуться налого, упрощенной системой налогообложения, взносов, фонд социальной защиты населения. Среди предложений постепенная отмена для ИП единого налога и перевод их на упрощенную систему налогообложения. С установлением дифференцированных ставок налога в зависимости от вида деятельности. Оборота, затрат на деятельность и тому подобное. Начать вводить изменения предлагают с предпринимателей, которые занимают высокодоходными видами деятельности. Сборкой мебели, отделочными строительными работами, дополнительными жилищно-коммунальными услугами. В качестве примера приводятся предприниматели, которые занимаются обслуживанием домофонов и систем видеонаблюдения. Утверждается, что рентабельность их на уровне 60-70%. При этом для некоторых ИП предлагается повысить ставки налога при упрощенной системе налогоблажения до размера подоходного налога. Речь в том числе о тех, кто оказывает услуги по управлению маркетинговой, консультационной, аудиторской, юридической, бухгалтерской услуге, а также услуги по предоставлению информации. Еще одно предложение – значимое поднятие взносов в фонд социальной защиты населения. Это все туда же к социальной ответственности частного бизнеса. Дизитальные предприниматели в Беларуси уплачивают взносы ФСЗН по особой схеме. Минимальная сумма, которую они должны ежемесячно вносить в фонд – 35% от минимальной заработной платы, 29% из которых на пенсионное страхование и 6% на социальное страхование. При желании можно и больше. В таком случае пенсия будет куда солиднее. Но большинство ИП уплачивают взносы по нижней планке, поэтому получают небольшие пенсии на заслуженном отдыхе. Более же солидные суммы фонд социальной защиты вносит около 5% индивидуальных предпринимателей. Здесь, как говорится, думайте сами. Комментарии явно излишни. Среди прочих предложений сокращения наличного денежного оборота, ужесточения мер ответственности за нарушения в налоговой сфере. Сегодня все эти и не только предложения находятся в процессе проработки. В свою очередь, заинтересованные ведомства уже обсуждают возможность ввести предложенные изменения по индивидуальным предпринимателям. До 5 марта им необходимо высказать свою позицию. Диалог решает. И если теми, кто платит в конвертах в Беларуси, занялись вплотную, и очевидно, процесс этот будет только набирать обороты, то вот что делать с теми, кто берет, знают давно. Та проблема именно незанятого населения, которое зачастую живет за доходы, которые получены неофициальным способом. Где-то зарплата в конвертах, где-то осуществление какой-то деятельности без регистрации, соответственно, без уплаты соответствующих налогов, отчисления фунта социальной защиты. Она и порождает те процессы, которые мы видим в последнее время. И в Республике Беларусь выстроена четкая система. Мы фактически с 2018 года формируем базу незанятых в экономике. Четко выстроена работа на местах, именно на территориях, в исполкомах. Созданы 150 комиссий, которые ведут непосредственно работу с незанятыми гражданами на конкретной территории. При этом предлагают им различные варианты. Трудоустройство, переобучение на востребованные вакансии. При этом не все граждане, не занятые, хотят воспользоваться помощью государства. Они выбирают свою, как говорится, судьбу. При этом существуют четкие меры ответственности за это, если ты не занят в экономике. Соответственно, с января 2019 года ты уплачиваешь по тарифам, обеспечивающим полное возмещение затрат подогрев воды. А вот с 2021 года, с 1 мая 2021 года, к этому платежу добавляются еще платежи по отоплению и по газоснабжению при наличии отопительных приборов индивидуальных. Подводя небольшой итог. Бизнес – обязательный элемент любой экономической системы. И белорусской не исключение. Но если ты пришел сюда, будь добр. Вставай в систему и играй по правилам, не увиливая и не пытаясь нажиться. Ведь честная уплата налогов – это, по сути, стяжень всей социалки. Развитие инфраструктуры, здравоохранения и образования, обеспечение достойных зарплат работникам, соцвыплат, в том числе и пенсионных. Пенсионная поддержка, к слову, один из главных векторов социальной политики Беларуси. На ближайшее время приоритеты определены. Ставка на ее совершенствование. Так, государство по-прежнему остается гарантом пенсионной поддержки. При этом в Беларуси постепенно будут внедряться элементы накопительной пенсионной системы, что позволит гарантированно увеличить будущую пенсию. Эта система предполагает собой заключение договоров. Это может быть заключение договоров индивидуально с физическими лицами, а также с юридическими лицами. Открывается лицевой счет, допустим, заключается договор, и на лицевой счет, если это с гражданином, то гражданин договаривается в договоре о периодичности отчисления таких взносов, и в какой валюте это будет, в белорусских рублях, возможно, и долларах США, и евро. А также порядок выплат определяется, то ли это будет единовременная выплата при наступлении пенсионного возраста, либо это будет в течение какого-то определенного промежутка времени ежемесячные выплаты, либо это будет пожизненная. А также страховые выплаты накопительной системы передаются по наследству, в отличие от государственных пенсий. Предполагается, что будет создана какая-то структура, которая будет заниматься пенсионным страхованием, накоплением средств. Здесь же еще стоит задача не просто собрать эти средства, а также, чтобы деньги не обесценились, они должны работать и приносить прибыль. Предполагается, там еще и какие-то бонусы. Например, у нас такая государственная организация «Стравита» страхует работников. Такую систему использует ООН «Афтан» уже много лет, насколько мне известно. Предприятия страхуют работников, а также работники, пока они самостоятельно определяют каждый из своих возможностей процент отчисления. Но если это будет обязательное государственное накопительное страхование, то предполагается, что 3% от зарплаты нанимателей и 3% работников. Вопрос на злобу дня ценообразования. Сегодня для людей, особенно с невысокими доходами, ценный лакмус как социальной, так и политической повестки развития государства. В этой части справедливость превыше всего. Социально значимые товары и лекарства должны быть доступны для любой категории населения. Твердое поручение Александра Лукашенко. Что касается ценообразования, и о лекарствах вы говорили, и прочее, не дай бог. По принципу пол, потолок кто-то устанавливал цены, цены в аптеках. Особенно этим грешат частники. Значит, мы примем очень серьезное решение. Плод до закрытия этих аптек, изъятия их и обращения в доход государства. И установим жесточайший порядок по ценообразованию в аптеках. Иного не дано. Особенно сейчас, в условиях пандемии, когда люди болеют разными болезнями, мы будем шутить с лекарствами, будем уповать на какой-то рынок. Нет, так не будет. Объективные изменения налогового законодательства в Беларуси повлекли за собой рост цен на ряд лекарственных препаратов. За январь цены повысились по целому ряду позиций от 5 до 10% и выше. Связано это прежде всего с порядком взимания НДС по тем позициям, которые ранее были освобожденными от этого налога. К разработке компенсационных мер для недопущения роста цен на лекарства подключились Министерство здравоохранения и другие службы. Подстроиться под новые условия смогли все. Аптеками проводится ежедневный анализ отпускных цен на лекарственные средства отечественного и импортного производства государственной фармации. Было решено сразу снизить стоимость розничной цены пропорционально выросшему НДС в 10%. Мы снизили цены всех лекарственных препаратов, которые были до 20 рублей, за минусом 10%. Все лекарственные препараты белорусского производства сегодня идут, раньше у нас по дисконтной карте было минус 5, а сейчас идут минус 10. Поэтому мы отменили все дисконтные карты и все всякие скидки, какие только были, проходили в аптеках. У нас их нет сегодня, потому что от начальной цены, от розничной мы идем до минусом 10. Все дорогостоящие препараты идут как по акции, тоже минус 10%. Работа в этом направлении будет продолжена и дальше. Важно создать максимальные условия социальной защищенности белорусов. Для этого государство сделает все возможное. В сегодняшних реалиях ответственность за судьбу страны и происходящие в ней процессы экономические и общественно-политические лежат не только на государстве, но и на каждом из белорусов. Главное, у всех есть равные, благоприятные стартовые условия для того, чтобы стать успешным и менять жизнь Беларуси к лучшему, как прекрасно знают на Витебщине. На минувшую неделю в северной столице региона чествовали лучших тружеников торжественная церемония «Человек-года Витебщины-2020». Доброй традиции и предвиние чествования тех, кем гордятся в трудовых коллективах уже 13 лет. За эти годы премии отмечены более 1 тысячи жителей Витебщины. В этом году награду достойны полсотни человек. Где родился, там и пригодился девиз по жизни Галины Сухаревой – маляра с 26-летним стажем. В профессию попала случайно, как говорится, жизнь подтолкнула. Вышла замуж, приехала в этот город. Сама работала в легкой промышленности, контролером ОТК. А выбор пал, потому что некуда было устроиться. Это были 90-е годы. У меня свекровь маляр. И она взяла к себе в бригаду. Попросила бригадира. И меня взяли в бригаду. Я была учеником 3 месяца, а потом взяли на постоянную работу. Вы знаете, наверное, привыкаешь и очень нравится. Это привычка идет. Говорят, трудно, конечно, очень трудно. Работа, безусловно, трудная, но любимая. Тем более, когда результат ежедневно перед глазами. В Новополоцких и не только домах, и социально значимых объектах, а таковых за плечами Галины Сухаревой немало. Восьмой микрорайон, Десятый микрорайон, Девятый мы тоже строили. НПЗ, химик, реконструкция. Полоцкий район весь. Там два района даже мы выстроили. В Россию, да. В Киришах мы работали в России на НПЗ. Браслов и дома, урбаны. И еще одну границу делали с Литвой. Связующее звено между мастером и рабочим. И человек, от которого напрямую зависит конечный результат всего рабочего процесса. Бригадира – это не просто распределить обязанности и задачи. В случае Галины – это жизненное призвание и самоопределенность. Желание продолжать трудовые подвиги новополоцких строителей. Галина Александровна, она продолжает традиции бригады маляров, которые на протяжении долгих лет, 40 лет, руководила почетный гражданин города Новополоцка, Ганущенко Любовь Петровна. Я с 2016 года пришел в это управление. До этого работал в соседнем, в СО-121. И я уже тогда был наслышан об успехах этой бригады, об их работоспособности, дружбе внутри коллектива. И когда я познакомился с Галиной Александровной, я могу о ней сказать только положительные слова. Это очень открытый человек, коммуникабельный. Она умеет находить общий язык со своим коллективом. Работники ее слушают. В этой бригаде наблюдается всегда высокая производительность труда, строгая дисциплина. И они способны на большие свершения в плане объектов любой сложности. Жизненная позиция, случайность или судьба сегодня точно уж и не скажешь, что привело Анатолия Медюшко в электрический цех Новополоцкой ТЭЦ. Но то, что место однозначно его, не сомневается. Вот уже 41 год верен родному предприятию. Более половины из них в качестве начальника цеха. В разговоре Анатолий Медюшко признается, за время трудовой биографии пережито и пройдено немало моментов, связанных с электроцехом. Самые значимые, безусловно, касаются модернизации Новополоцкой теплоэлектроцентрали. Много времени, говорят, уходило на модернизацию, на замену оборудования, поддержание его работоспособного состояния, ответственность за, так сказать, жизнь людей, которые работают в цехе, которые приходят и подрядные организации, что тоже приходится, говорят, много уделять внимания, тем более в последнее время в связи с такой модернизацией, которая пошла в нашем филиале Новополоцкой ТЭЦ. Это, в частности, произвели мы замену второй секции грушей с киловольт оборудования. Этап такой большой модернизации начался. Потом, вот, пятая очередь, за 2020 год, мы, говорится, объекты по привязанной к УЗК Навтана тоже много времени отдаем на установку нового оборудования совсем, говорится, для станции. Ну, также, говорится, в 2020 году тоже очень много моментов было. Это два капитальных ремонта, мы турбоагрегатом на станции выполнили, два капитальных ремонта, готлогрегатом. Ну, также, естественно, что сейчас идет строительство пикорезервного источника электроэнергии, которые будут связаны с водом в белорусской АЭС в эксплуатацию. Говорится, один блок уже работает, как вы все знаете, я понимаю, что... Ну, и у нас идет строительство мощности на 100 мегаватт, генерирующих, которые будут работать в пикорезервном источнике. То есть, в случае каких-то провалового напряжения, там, плановых остановок блока, то будут подключаться эти, говорится, наши генераторы и будут выдавать систему мощности. Хочешь узнать, какой человек? Поговори с окружающими его людьми, если это начальник с его работниками. Истинная проверенная годами и жизненным опытом, человеческая оценка, пожалуй, дороже всех регалий и званий. Да, он очень строгий, ну, в каком плане? В меру, как должен быть начальник, но при этом справедливый. Человек очень грамотно подходит к выполнению своих обязанностей. Где надо, пошутит, где надо, даст по шапке. По труду и награду Анатолий Медюшко, как и многие лауреаты премии «Человек года Витебщина» к такому признанию готов не был. Более того, не считает себя особенным или лучше других. Говорит, просто делает свою работу. С любовью, ответственностью и на благо предприятия, города и страны в целом. Скажу откровенно, неожиданностью было. То есть, ну, и когда, не знаю, я узнал, немножко была пешим, конечно. Ну, я понимаю, что, коль меня выдвинули на это, так сказать, звание, то, естественно, что это не только моя заслуга, я считаю, заслуга всего коллектива электрического цеха, ну, естественно, станции, что в городе, ну, так, говорится, нас оценили, ну, получилось как-то вроде в моем лице. Поэтому сначала я опешил, но сейчас вроде немножко уже как-то чуть-чуть осознаю что-то. Я всю жизнь отработал, как говорится, на производстве, и всегда цель преследования была одна – это относиться, говорится, к исполнению своих обязанностей, как, ну, положено или как, казалось, честность. То есть она, я понимаю, в этом и заключается, то есть человек должен, говорится, не просто пройти на работу, говорится, сидеться, свое время отработал, что тебе положено, набежал и ушел. Ну, просто, кажется, как у меня смысл, то я переживаю буквально за каждый содеянный день свои действия. Ну, и также персонал тоже в цехе, я скажу, неплохой тоже, благодаря чему, говорится, много хороших людей, которые тоже относятся к своим обязанностям добросовестно и честно. 2020-й остался в истории, год наполненный испытаниями. Каждая отрасль ощутила это на себе. Тем не менее, для людей, преданных своему делу, главным оставался труд на благо процветания родного края. В числе награжденных новополчан также начальник новополоцкого отдела следственного комитета Андрей Демьянов, заместитель начальника цеха открытого акционерного общества «Нафтан» Сергей Коваленко. Мы очень гордимся тем, что в этом году были отмечены и наши представители промышленности, энергетики, строительные отрасли, силового блока. Конечно, я считаю, что делегация представлена была очень широко. И на фоне всех других наш город, конечно, занимает достойное место в выполнении результатов, которые ставятся, задачки, которые ставятся перед Витебской областью. Ну, как всегда было, потому что город Новополоцк – это центр науки, центр промышленности, центр культуры, социальной жизни. Поэтому я считаю, что мы достойно представили, поработали в 2020 году, достойно были представлены и в этом году. С каждым годом заслуженных новополчан, которые своим трудом, профессиональным мастерством и высокими результатами в работе прославляют Новополоцк не только в республике, но и далеко за ее пределами становится все больше. И на этом история трудовой летописи не заканчивается уже в следующем. В 2022 году узнаем новые имена, которые также с гордостью будут занесены в трудовую летопись Витебщины. На сегодня у меня все. Если вы что-то пропустили, наши программы можно просмотреть в социальных сетях, на ютуб-канале нашей телерадиокомпании, а также на официальном сайте Новополоцка. Спасибо за внимание, берегите себя и своих близких и до новой встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова